Сухогруз Михаил Дудин из Амстердама встал на якорь в Санкт-Петербурге. На его борту 80 контейнеров с веществом, которое называют гексофторит урана. Это побочный продукт, который получается в результате обогащения природного урана. Немного видно порт и судно Михаил Дудин, на борту которого, по данным Greenpeace, находится 600 тонн урановых отходов из Германии. Это опасное вещество находится внутри контейнеров, они размещены на палубе и в трюме. При этом каких-то особых мер безопасности вокруг я не заметил. Сегодня днем мы сделали кадры, на которых видно, что к судну подогнали вагоны для разгрузки. Как долго она продлится, пока информации у меня нет. По данным петербургского издания «Фонтанке», радиационный фон около вагонов был завышен в 6 раз. Уже в Амстердаме 80 контейнеров с обедненным гексофторидом урана погрузили на российский корабль Михаил Дудин. В Петербург судно прибыло 2 дня назад. Оттуда на поезде груз повезут в город Новоуральск в Свердловской области. Но это не первая партия радиоактивных отходов, которую привезли в Россию по новому контракту. Значительную часть перевезли ранее. Всего, по информации российских правозащитников и экологов, в России хранят более миллиона тонн таких отходов. Мало нам свалок по всей стране, шеи из чего только стоит. Так теперь делают еще и радиоактивную свалку. Из Германии уран везут. Россия же щедрая душа. Нашим чиновникам лишь бы заработать. А что это представляет опасность, так им всегда было плевать во все времена. В Россию уже начали возить ядерные отходы из Германии. Первый локомотив отправился еще 28 октября из немецкого города в Россию. Компания, осуществляющая транспортировку, подтвердила данную информацию. И казалось бы, отходы везут в Россию из Германии. Значит, где будут митинги и протесты? Правильно, в Германии. На митинг пришло около 50 человек. У входа на предприятие они растянули гигантский плакат с надписью на русском. Россия не полигон для урановых хвостов из Германии. А на земле расставили желтые бочонки со знаком. Радиоактивная опасность. Ведь следующая партия отправилась в Россию уже 18 ноября. Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Не знаю, что там с радиоактивным пеплом, а вот то, что Россию превращают в радиоактивную помойку, это факт. Росатом заявил о безопасности транспортировки урановых хвостов через Петербург. Об этом сказано в ответе на обращение депутата Бориса Вишневского. По словам представителей госкорпорации, перевалка материалов, судно на железнодорожные платформы в морском порту проходит по всем международным и российским требованиям. Объединенный гексавторит урана является ценным материалом, который используется при производстве ядерного топлива для атомных электростанций, осуществляющих выработку электроэнергии и тепла для населения и промышленности. Таким образом, ОГФУ не относится к радиоактивным отходам, так как подлежит дальнейшему использованию в качестве сырьевого материала для производства урановой продукции с целью осуществления ее экспорта. По итогам 2018 года уменьшается уменьшение численности населения на 99,7 тысяч человек. За весь прошлый год убыль населения составила 100 тысяч человек, а в этом году уже за первую треть года на 150 тысяч. Это касается показателей смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин, таких как ДТП. Число рождений в России сократилось на 7,8%. Смертей же на 2,2%. Родились 1,115,600 детей. Умерли же 1,352,500 человек. В абсолютном выражении в текущем году родилось на 94 тысячи детей меньше. Умерли на 31 тысячу меньше. В результате убыль населения увеличилась еще больше. Если год назад за январь-сентябрь убыль составила 173 тысячи без учета миграции, то в нынешнем году 237 тысяч. Вы еще не поняли? Каждый год 237 тысяч человек. Кого лечить? Как лечить? Мы просто нахрен умираем. ПУТИН ПРЕЗИДИАТ МИРА! Прошу вас отнестись к этому с пониманием. ПИЗДЕТЬ НОГОЙ БЛЕДЬ! Как вы это любите! ПОДПИШИСЬ!